Э-э-э, что это? Э-э-ээ, это... 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 Что-что... Да-да, это... Это... Инстаграм Гучи Бой, тут самые клёвые фотки. А-а-а, где ссылка? Внизу, в описании. Хорошо, подпишусь. А это что? Э-э-э, это крутые фотки, ремейки, на которых сейчас будет делать Гучи Бой. Да, ребят, вам не кажется, что эти фотки уж слишком крутые, поэтому я сегодня сделаю что-то подобное, и вы на это посмотрите. Как вы видите, все эти фотки обусловлены тем, что там есть машина. Э-э-э, и кроссовок. Что? Типа кроссовок в представленном виде машины. идея, я ее реализую, так что ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а чтобы сделать что-то подобное, нам конечно нужно выйти на улицу и сделать несколько фотографий около парковки. После этого мы должны сфоткать наш кроссовок. Конечно, мы можем добавить картинку из интернета, но я считаю, если мы фоткаем кроссовок на улице, то он имеет тоже освещение, такие же тени и такой же цветокор, поэтому париться над этим нам не придется в будущем. Следующим шагом загружаем картинку в фотошоп. И проводим, если так можно сказать, некоторые косметические действия. То есть удаляем с помощью точно восстанавливающей кисти все ненужные нам предметы. То есть номер подъезда, номера машин, что еще можно дать, прыщи, ну вы поняли. Теперь мы вставляем нашу вторую фотографию, то есть кроссовок. Напомню, что кроссовок надо фотографировать с того ракурса, с которого вы примерно фотографировали себя около парковки. То есть, чтобы он примерно совпадал по перспективе. После его выравниваем, смотрим, как он вписывается, если все устраивает, оставляем. Сейчас произвожу некоторую ретушь своего кроссовка, потому что он немножечко грязный, а картинка у нас должна быть красивая, поэтому также приводим его в порядок благодаря точному восстанавливающей кисти. Когда кроссовок мы уже отбили, привели его в порядок, можем вырезать передний план, то есть меня. Здесь мы должны подойти крайне аккуратно, должны вырезать все очень спокойно, но главное, чтобы все было отлично вырезано. Если вы вырезаете объект очень плохо, то он будет смотреться неестественно и некрасиво, поэтому сейчас мы делаем блики, чтобы также подчеркнуть выпуклость нашей картинки и не забываем вот такие вот детали, потому что от этого зависит красота вашей картинки. Теперь делаем тени. Тени нужны для того, чтобы придать выпуклость картинке и, ну, естественность, поэтому делаем тени вот таким вот хитрым образом. В принципе, все легко, все понятно, и все доступно, это главное. А в конце мы делаем цветокор, тени, фильтры, чтобы человек, когда смотрел на эту фотку, получал удовольствие. И вот я сделал такие снежинки, снег, чтобы придать атмосферу зимы, потому что последний днев февраля, надо все-таки порадоваться. Ну, в общем, придаем картинке хороший вид, чтобы она смотрелась классно и ничуть не говорил нам о фотошопе. Вот такая вот картинка получается в итоге, она довольно мемная, поэтому можно поставить лайк. Но если вы, конечно, хотите какие-то Джорданы в коллаборации с О'Вайт или хайповые Гуччи, то вы их, конечно, можете прифотошопить и взять из интернета, но это будет смотреться нелепо, потому что то, как вы сфоткались и этот кроссовок из интернета, их фильтры не будут совпадать, но если вы крутой фотошопер, то вы молодцы, можете себе это позволить сделать, поэтому ставьте лайк, делайте такие же картинки и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok